Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о цикле развития папоротника-щитовника мужского. Какое же строение имеет папоротник? Сам папоротник в таком виде, в каком мы его привыкли, видит, имеет строение настоящего растения, у которого есть корневище. Корневище. Имеется укороченный надземный стебель и листья. Листья папоротника называются ваей. Само взрослое растение папоротника представляет собой стадию развития спорофит. Спорофит. Спорофит диплоидный. Содержит двойной набор хромосом. На нижней стороне листа имеются темные образования, которыми называем сорусами. Если приглядеться, то на картинке их довольно-таки хорошо видно. Сорусы. Что такое сорусы? Сорусы представляют собой группы спорангиев, в которых формируются споры. Давайте это тоже запишем. Споры. Споры папоротника уже гоплоидны. Сами сорусы, так же, как и само взрослое растение папоротника, они диплоидны. Получая из диплоидных сорусов гоплоидные споры, мы приходим к выводу, что тип деления в данном случае – это миоз. Что же происходит дальше? Ребят, дальше спора, попадая во влажную почву, прорастает. Прорастая, она превращается в заросток, который имеет форму, очень похожую на сердце. Заросток имеет свои собственные ризоиды, с помощью которых он прикрепляется к почве. Он довольно маленький, около 2 мм. Заросток является обоеполым гометофитом. Заросток. Заросток – это гометофит. И содержит одинарный набор хромосом. Поскольку он гометофит, на нем созревают гометы. Где же конкретно они созревают? В той части заростка, где расположены ризоиды, у нас находится мужской гометангий, который мы называем антиридией. В той части заростка, где у нас происходит его раздвоение, расположены архегонии или женские гометангии. В архегониях у нас происходит созревание яйцеклеток. В антиридиях происходит созревание сперматозоидов. Для оплодотворения необходимо наличие жидкой воды. Сперматозоид переплывает к яйцеклеточке и происходит образование диплоидной зиготы. 2Н зигота. И яйцеклетки в архегониях и сперматозоиды в антиридиях образуются путем деления, который будет называться метоз. Из уже диплоидной зиготы будет формироваться взрослое растение, которое является спорофитом. На этом цикл развития папоротника будет завершен. Таким образом, ребята, есть стадия спорофита и есть стадия гометофита. Стадия спорофита представлена взрослым растением, в котором формируются споры. Споры образуются путем деления, который мы называем миоз. Стадия гометофита представлена гоплоидным заростком, в котором образуются гометы. Гометы образуются типом деления, который мы называем метоз. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите, на какую тему вы бы хотели, чтобы я сняла следующее видео. Всем удачи!